Время новостей 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 Это, пожалуй, самый уникальный населенный пункт в нашем крае. Село большое и маленькое одновременно. Большое территориально, оно раскинулось на многие километры в живописной местности, а маленькое по числу жителей. Здесь проживает всего около полтысячи человек. От основной цивилизации село отделяет река, лес и километр проселочной дороги. Именно такая оторванность от большой земли, в кавычках, делает садовое привлекательным для развития туризма. Это направление в последние несколько лет стало развиваться особенно интенсивно, говорит глава Сергей Духнов. Вблизи села новостройки. Это небольшие гостевые дворы и не только. Местность застраивается объектами туристической инфраструктуры. Если вы строите эти базы, однозначно люди сюда приезжать будут, и вам говорю, что это дополнительные рабочие места здесь местные. Это во-первых. Во-вторых, они выкупили землю, будет налог, и на землю будет идти чисто в бюджет поселения, даже не в район. Опыт показывает, что хозяин на земле использует ее рачительно и ответственно, вкладывая в развитие не только своего земельного надела, но и через налоги в само село, говорит Сергей Духнов. В школе все ладно, выпускные экзамены сдали хорошо, к новому учебному году сделали ремонт. Одна беда, учеников мало, всего 14 человек. Не едет сюда молодежь, седует директор Сергей Храпов. Наших обормотов, он человек 10, не женятся, не рожают, не привозят откуда-то уже роженых, хулиганы прям. Я говорю, вы что делаете? Я говорю, ну надо боецам, они, Сергей, они сюда не едут. Что вы их спрашиваете? Это посадили в мешок, вытряхнули, тут вот в полную воду как раз. Садовская школа родная для Виктора Ведищева. Виктор Алексеевич, а можно не скромный вопрос, а сколько лет назад школу закончили-то? Я закончил школу в 76-м году. 76-м? Мам, бью-бью-ка спись. Отмечать пора 40 лет. Школа хоть и маленькая, вот, по результатам. Да, там три человека, которые сдавали, но все не сдали. Вот, чтобы все четко и ясно понимали, что знания здесь есть. Проблем у школы нет. Я надеюсь, что мы добьемся, чтобы эта школа была постоянной. Разговор в кабинете директора по существу насущных проблем сельского масштаба. По технике, которой будут чистить дороги после дождя, по паводку. В этом году воды было много, до критического уровня она не дошла на 30 сантиметров. Полая вода заполнила озера, в которых появилась живность, но и сельчан заставила понервничать. Если бы она поднялась до критического 30, то это был бы, как мне представляется, 1991 год. Да, 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 когда вы плавали. В следующем году администрация района по заявке села выделит необходимые средства для усиления валов, говорит Ведищев. Порадовала садовчан диспансеризация, которую районная больница организовала прямо в селе. Все, кто пожелал, прошли медосмотр, флюорографию, сдали необходимые анализы. Теперь бы детей всех, медицинское отследование прошли бы прямо на месте. А так очень хорошо, что приехали столько людей, хоть что-то узнали о себе, да хоть и пообщались с людьми, что собрались. Медосмотр детского населения запланирован на конец сентября, пояснил глава района. Все говорили, что не вообще их забытые. Сегодня мне очень было приятно слышать, что хвалят врачи, что они приехали, порешали вопрос. Осталось только еще обследовать детей. Дом культуры в Садовом содержит сама администрация поселения. В большинстве сел эту функцию взяло на себя районное управление культуры. В разговоре с работниками клуба выяснилось, что до сих пор сюда не доехала кинопередвижка, работающая по сельским поселениям. Непорядок, нужно исправляться, отметил глава района и вопрос внес в протокол поездки. Тут же на базе клуба работает библиотека на 8 тысяч книг. 250 читателей. В основном берут художественную литературу. В основном по экономике книги. Они у нас устарели, и поэтому больше к интернету обращаются люди. Ну, дети берут книги. Вот сейчас у нас лето, 3 месяца было. У нас площадка работала здоровительная. Было очень много детей ходило. Все, у кого были вопросы к районной власти, пришли в назначенный час в сельскую администрацию. Беседа длилась более часа. Из-за территориальной специфики большинство сельчан в Садовом занимаются животноводством. Ему и отвели большую часть времени. Более частные вопросы глава внес в протокол для проработки. Меня сегодня порадовал глава, показал, что очень бурно идет строительство. Разно, пусть даже индивидуальное строительство, которое москвичи здесь делают. Мы все прекрасно понимаем, что здесь жития с ней будет. Это однолетний период. Мы видим, строится база две прекрасные, по масштабам огромные. Это как раз новый такой вид экономики, который, я так думаю, сильно повлияет на ситуацию здесь в селе. Ну и то, что люди готовы выращивать скот, мы им будем помогать. Я так думаю, что ничего такого страшного нет. Тем более, они не видят такой агрессии какой-то, такой паники какой-то. То есть, люди понимают, что в этих условиях можно жить, можно зарабатывать деньги. Следователи Следственного комитета занимаются расследованием преступлений и уголовных дел, отнесенных Уголовно-процессуальным кодексом к тяжким и особо тяжким преступлениям. Убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Перечень довольно внушительный. Наш корреспондент Сергей Луцев встретился с руководителем подразделения, для которого расследование особо тяжких преступлений – обычная работа. На сайте Пресс-службы Следственного управления по Астраханской области появилась информация. В Астраханской области двое сотрудников полиции пристанут перед судом в покушении на мошенничество. В июне текущего года в зато городе Знаменске жители этого города попытались расплатиться в магазине с мятой пятитысячной купюрой. Данная купюра у продавца вызвала сомнение в ее подлинности. Она отказалась ее принимать и об этом сообщила в полицию. По данному факту проведение проверки было поручено двум сотрудникам уголовного розыска. Данные сотрудники, решившие из корыстных побуждений, решили поживиться на данной ситуации, заведомо зная о том, что купюра подлинная, вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту, направили отказное материало в прокуратуру для проверки законности. Тем не менее, потерпевшему об этом не сообщили и, позвонив ему на мобильный телефон, сказали, что в случае, если он не принесет им 100 тысяч рублей, то они возбудят в отношении уголовного дела. Два сотрудника уголовного розыска. Люди, которые должны стоять на страже закона. Это оперативники. Как могло случиться так, что они вот польстились на должностное преступление? К сожалению, в разных структурах попадаются подобные люди, которые из корысти либо идут на службу, либо в ходе службы у них возникают какие-то корыстные мотивы. Об этом очень сложно судить, но данные люди выявляются в ходе работы, и мы с удовольствием с ними прощаемся, и этих сотрудников, естественно, увольняются из органов и привлекаем кого-то к какой-либо ответственности, либо к административной, либо к уголовной. В Ахтубинском межрайонном следственном отделе отметили, следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Работниками следственного отдела в сентябре текущего года по горячим следам раскрыты тяжелые преступления. 4 сентября текущего года в ЗАТО города Знаменск, Астраханской области, произошло страшное преступление. В послеобеденное время, указанного выше дня, в дежурную часть ЗАТО города Знаменск обратилась женщина с заявлением о пропаже ее 7-летней дочери. Незамедлительно на место происшествия прибыла следственная оперативная группа в составе следователей Ахтубинского межрайонного следственного отдела, следователей криминалиста следственного управления области, который дислоцируется у нас в городе Ахтубинске, а также оперативных сотрудников полиции. Гуляя по парку города Знаменск, девочка пропала из вида родителей и согласилась прокатиться на мопеде с незнакомым мужчиной, который ввез ее в безлюдное место и совершил насильственные действия. Дежурные сутки, так сказать, по горячим следам местонахождения личности преступника были установлены, и последний был задержан. В кратчайшие сроки по уголовному делу было собрано достаточно доказательств причастность данного преступника к инкриминируемым ему преступлениям, за которые последнему грозит до 20 лет лишения свободы. И последним было предъявлено обвинение в отношении него избрана мероприятия, ведь заключение под стражу. Какие рекомендации вы, работники правоохранительных органов, можете посоветовать родителям? В первую очередь быть бдительными, следить за своими детьми, не оставлять их без присмотра. Нужно жить с жизнью ребенка, знать, с кем он общается. С малолетнего возраста детям объяснять о том, что нельзя общаться с незнакомыми людьми, уж тем более, как в данной ситуации садиться на велосипеды, мопеды, автомобили. Быть бдительнее и следить за вашими детьми. Согласно официальным данным Росстата, стоимость свиного мяса в России в этом году постепенно снижалась, что, несомненно, радовало покупателей. С начала текущего года цена на килограмм мяса упала на 4%. Так, в июле свинина стоила в среднем 255 рублей за килограмм, что на 8,3% меньше, чем и в июле прошлого года. Самая дорогая свинина летом продавалась в Дальневосточном федеральном округе. 331 рубль за килограмм. Самая дешевая в Приволжском – 233 рубля. А что у нас? Сколько стоит свинина и много ли ее на прилавках? И как вообще обстоят дела с мясом, рыбой, молочной продукцией? В поисках ответа на вопросы наша съемочная группа отправилась на центральный рынок. Центральный рынок – одна из крупных торговых площадок Ахтубинска. Здесь продается одежда, есть все для сада, огорода, хозяйственные товары. Но чаще всего покупатели приходят за продуктами, цены на которые периодически меняются. То понижаются, то наоборот растут в зависимости от времени года, конкуренции и покупательского спроса. Заглянем в мясной павильон. Рынок свининой не балует. Это сразу бросается в глаза. В будние дни мясной ассортимент в целом довольно скромен. В субботу мяса больше. Больше и покупателей. Они спешат на рынок, как правило, с утра. Так что к полудню все самое вкусное уже разобрано. Кусочки попроще стоят сотни три рублей за килограмм. Вырезка на карбонат – 430. А вот в магазинах дешевле, уверяют и покупатели, и продавцы различных торговых точек. На данный момент у нас цена от 189 рублей и заканчивается 309 рублей. Это шея и вырезка, которые дорогие. Свинина у нас тут разрубка, прям в магазине. То есть как бы всегда свежая. И гуляш, и так вот борщ сварим, и так тушим картошкой. Ну, всякое еще можно. А без свинины? Ну, без свинины нет. Мы любим свины. Привыкли нам. Мясо я покупаю чаще всего здесь. Свинина достаточно часто, потому что многие мужчины любят свинину. Ну, здесь это вы имеете в виду в магазине. Да. А на рынке? Ну, я там давно не была. То есть вы не сравниваете цены, где дешевле, где дороже? Ну, мне здесь удобнее, потому что если я беру мясо, беру без костей сразу, если мне нужно. С костями, значит с костями. Мне это просто удобно. Кроме свинины, на рыночных прилавках всегда есть мясо птицы и баранины. Лидирует бесспорно говядина. Жаркое лето позади, а значит цены на продукты животного происхождения начнут расти. Здесь и к бабке не ходим. Просто спроси у продавца. Такого, как и Елена. Чистаж работы на рынке уже 22 года. Каждый год зимой начинает повышение цен на мясо. Так как, сами понимаете, зима, холодно, корм, все-таки достойчивый корм. Поэтому зимой всегда мясо дороже, чем лето. Ну, если сравнить с прошлым годом, то цена так такова не изменилась. Потому что мяса у нас в нашем краю много ее, предостаточно, что даже отсюда ее вывозят. Так что таких глобальных прям поднимания цен не будет. Начиная с 240, если я начинаю с ребрышек, с таких вот, как это суповые наборы. И заканчивая мякоть, вот 330-350, это там уж без косточек, без ничего. Из болхона у нас мяса основном. Ну, как вам сказать, импорта нет у нас. Своего достаточно. Баранины на рынке много? На рынке много баранины. Но еще торгуют на улицах баранин, которые без справки. А у вас всегда есть? У нас всегда есть справки. Хочу сказать, что лучше брать на центральном рынке, которые проверены мясо. Эти вот печать у нас идет овальная, плюс идет прямоугольная печать. Сегодня пока она немножко дороговата. Дело в том, что у нас и бойни, и здесь справки очень дорогие. Поэтому получается барани немножко дороже, чем говядина. Ну, мы торгуем 250-260, 270 – это потолок уже. Но в основном мы отдаем по 250-260. А на улице торгуют намного дешевле, потому что они ведут здесь справки. Животный белок – это еще и рыба. Сентябрьский прилавок – это разнообразие большое, а рыбка ловится и большая, и маленькая. Сейчас можно купить шука, сазанчики и судаки. Сейчас ловится хорошо. И раки ловятся хорошо. А цена какая в среднем на рыбу? Ну, это шука, наша шука стоит 100 рублей. Сазан, сейчас цена 150, но цена сейчас сазанов пойдет 120-130 рублей. Судака цена будет расти 180-200 рублей. Мелыш будет расти 50 рублей будет. Гибрид цена пойдет, гибрид будет 20-25 рублей. Продукция молочная на рынке в изобилии. Хочешь творог – покупай, хочешь сметану. Цены пока еще летние, хотя измениться все может быстро. Молочная река к зимнюю, как правило, милеет, домашняя продукция дорожает. Скажите, молоко сколько стоит? 70 рублей бутылочек. Это литр? Литр 50. Такая цена давно уже держится? Да, такая цена. Сейчас, вот уже в конце сентября, молоко подорожает. Пойдет дороже уже. Да, в тюрьме уже молока мало. Коровы в запуске идут, молока уже, в зиму молока вообще мало. И до скольки, по вашим прогнозам, молоко подорожает? Ну, по прошлогодной цене было 110 бутылочек. Это где-то 60 рублей литр в таком районе. Ну и творог тоже 120 бывает. В зиму – да. Сейчас летом 80-70. А в зимнее время – дальше. Такая наша жизнь. Еще больше продуктов, в том числе овощи и крупы, а также полезные блюда из них в программе «Актуальная тема». Сегодня Рождество Пресвятой Богородицы. Этот православный праздник отмечается 21 сентября и считается одним из важнейших. Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии празднуется Церковью, как День Всемирной Радости. Это событие ознаменовало наступление времени, когда начали исполняться великие и утешительные обетования Божии о спасении рода человеческого от рабства. Это событие приблизило на Земле благодатное Царство Божие, Царство Истины, Благочестия, Добродетелей и Бессмертной Жизни. И очень символично, что именно сегодня, 21 сентября, отмечается и Международный День Мира. Для большинства людей планеты Земля мир – это повседневная реальность. На наших улицах спокойно наши дети ходят в школу. Там, где устой общества прочны, бесценный дар мира может никем особо и не замечаться. Однако для слишком многих людей в современном мире этот дар – не более чем сказочная мечта. Они живут в оковах в атмосфере нестабильности и страха. События в Донбассе и Сирии не дают забыть, что мир очень хрупок. В бомбежках и обстрелах гибнут не только представители противодействующих сторон, но также и мирное население. И это в 21 веке, когда технический прогресс должен работать на благо человека. События последних лет – война, терроризм, военные расходы, глубокие противоречия, разделяющие народы и отдельных людей во всем мире – обусловили беспрецедентную актуальность Международного Дня Мира сегодня. Ну а теперь новости спорта. С 3 по 17 сентября на стадионе «Волга» проходили соревнования по футболу в рамках турнира на кубок мэра города Ахтубинск. Заявки на участие в соревнованиях поступили от 11 команд. Борьба за кубок была захватывающей соперники сильными, но в последний день состязаний лидер был назван. Подробности у Владислава Лихваря. С 17 сентября в субботу утро было пасмурным, но ровно в 10 часов выглянуло солнце, и на центральном стадионе «Волга» прянул спортивный марш. Уважаемые любители спорта и уважаемые футболисты, сегодня мы проводим финальный матч футбольного турнира на кубок мэра города Ахтубинска. На протяжении двух недель, а точнее за четыре игровых дня, 11 команд города Ахтубинска и района показали свое спортивное мастерство. И сегодня вы увидите игру, искрометную игру, зажигательную игру лучших команд этого турнира. Многие ахтубинцы были здесь впервые, пришли болеть за футбольную команду в желтой одежде. Не был здесь, первый раз. За кого болеть будете? За Ахтубинск. Мы за желтых. А сами в футбол играете? Ну да, я... Скажите, где играете? Я играю в селе Успенка со своими друзьями. Мы там любим играть в футбол. Кто играет? С кем? Бату военный. И Басунчак верхний, локомотив. Вы за кого болеть будете? Я не имею права болеть. Пока игроки разминались, на одной половине футбольного поля другая была занята праздничным шоу, выступлением кадета в Ахтубинской ледке, детскими, творческими коллективами города. И вот настал волнующий момент. На середину футбольного поля вышли команды финальной игры батальона технического обслуживания гардизона и локомотив железнодорожников поселка Верхний Басунчак. Вышли вот за первое место побиться. Я так думаю, что не проиграем. Команда очень хорошая, перспективная. Думаю, только за победу будем воевать. Локомотив впереди. Настрой хороший. Боевой, боевой. Боевой. Будем биться до последнего. Будем, да. Будем биться до последнего. Настрой капитана высок. А по-другому как? С такими именами, да и опыта игры в футбол им не занимать. С первых минут синие стали давить желтых. Вратарь железнодорожников отдыхал. А на пятой минуте желтые в стремительном броске достигли ворот противника. И мяч оказался в сетке. Трибуны ликовали. Первая победа игроков батальона технического обслуживания подняла настроение болельщикам. А на стадионе среди зрителей были в основном те, кто пришел поддержать военных. Болеем за БАТО. Думаем, что по игре пока что... Ну, БАТО пока что отстает. Ну, думаем, выиграем. Болеем за военных. Команда БАТО. Батальон обеспечения. Как они играют? Лучше баскунчика. Первый период завершился с счетом 1-0. Второй продолжался с тем же накалом. То есть, игра по-прежнему шла у ворот желтых. Было много голевых моментов. Но мяч никак не хотел менять счет поединка. Команда «Локомотив» в прекрасном состоянии. Этот мяч круглый. Всегда кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. А так ребята старались, играли хорошо. Напряжение росло и на трибунах. Хорошая игра. Смотрим. Будем продолжать. Наши выиграют. Наши что? Наши? БАТО. Давай, Локомотив! Поединок отлично. Побеждает дружба. Самое главное. Игра замечательная. Конечно, ветер помогает одной команде. Но умение и профессионализм, конечно, другой. Представители гарнизона, в основном молодые лейтенанты, играли напористо. Очень старались во втором тайме сохранить достигнутый перевес. И это у них получалось. Соперники вели игру более технично, грамотно, но несколько менее интенсивно, что заметили и молодые болельщики. Играют в основном желтые, они как быстрые, что ли, резвые. А эти пока еще не могут. И вот турнир завершился. Уважаемые друзья, сегодня в преддверии день рождения города Ахтубинска и городообразующего предприятия Гриц мы провели Кубок Мэра. Надеюсь и уверен, что это будет хорошей традицией для города. И у нас в планах с Райгабравчем, чтобы на следующий год здесь лежало искусственное поле. Мы постараемся все для этого сделать. Я думаю, что теперь этот Кубок Мэра будет традиционным. Вот. И не будет только развиваться. Сначала для награждения пригласили команду футболистов управления Гриц, занявших третье почетное место. Затем на сцену пригласили команду «Локомотив», а после победителей турнира. С Кубком, грамотами, подарками чемпионы первого турнира на приз головы города фотографировались для истории. Руслан Четаев не назвал причем. Причину поражения команды она все-таки была, считают, игроки «Локомотива». Матч, конечно, у нас не удался, так как мы всегда ориентированы только на первое место. Причиной тому стало, что часть нашей команды, именно я и еще наш игрок, основные игроки мы выступали на всероссийском турнире, где достаточно успешно выступили. Буквально вчера приехали, сегодня не успели собраться ни силами, ни мыслями. И, скажем так, физические кондиции нас сегодня именно с утра подвели. Если бы турнир проводился чуть позже, возможно, мы бы успели собраться. Но, к сожалению, второе место – это тоже успех. Спасибо, что оставались с нами. Всего доброго. И до следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова